Осторожно! Выкрывается! Следующая станция электрозаводская. Станция электрозаводская Московского метрополитена открыта 15 мая 1944 года в составе участка Курская-Измайловская, ныне партизанская. На действующем с 18 января 1944 года перегоны, третьей очереди строительства. Название дано по Московскому электрозаводу имени Куйбышева. В настоящее время представляющий собой комплекс трех заводов, собственно, электрозавод, МЛЗ и АТ-1. Станция является памятником культурного наследия России. История проектирования станции электрозаводская связана с историей проектирования Покровского радиуса Московского метрополитена, который должен был начаться возле библиотеки имени Ленина и заканчиваться в Измайлове. Первый проект Покровского радиуса появился в 1932 году. После станции Курский вокзал планировалось построить станцию Гороховская улица, Бауманская площадь, Спартаковская площадь, Переведеновский переулок, Электрозаводская, Семеновская площадь, Мироновская улица и Стадион. В декабре 1934 года была отменена станция Гороховская улица, а в марте-апреле 1935 года Переведеновский переулок был переименован в Бакунинскую улицу. В генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года были исключены станции Спартаковская площадь и Мироновская улица. Наконец, в июле 1937 года на участке Курский вокзал электрозавод трасса была спрямлена, и вместо четырех станций осталась всего одна станция – Спартаковская, которая располагалась примерно в том же месте, где она и проектировалась в 1935 году. Строительство линии третьей очереди началось в 1938 году. Проектирование электрозаводской в 1939 году было заказано архитектором Щуко и Гельфрейху, которые привлекли к работе своего ученика Роженом. Участие в проекте «Щука» прервалось в том же году в связи с его смертью. На Измайловском радиусе в начале 1941 года тоннель был готов на 70%. После начала Великой Отечественной войны строительство было заморожено, а сооружения использовались под убежищем. 18 января 1944 года был открыт участок Курско-Измайловское без станции электрозаводская. Она была открыта 15 мая того же года, став 29-й станцией Московского метрополитена. В 1989 году планировалось построить второй выход станции и открыть его в следующем 1990 году. Главной целью этого плана был ремонт эскалаторов без закрытия станции. Однако от строительства пришлось отказаться из-за начавшихся в стране экономических трудностей. С 19 мая 2007 года по 28 ноября 2008 года станция была закрыта на годичную реконструкцию, в связи с необходимостью замены эскалаторов, выработавших свой ресурс. Окончание реконструкции изначально планировалось на 30 апреля 2008 года, но было отложено до конца 2008 года, в связи со срывом сроков поставки механизмов новых эскалаторов. По окончании капитального ремонта 28 ноября 2008 года оформление станции претерпело некоторые изменения. В частности, по краям платформы и полу появились световые полосы, такие как на станциях Трубное, Светинский бульвар, Строгино, Кунцевское и Славянский бульвар. Кроме того, сами полы были облицованы гранитом вместо мрамора с сохранением оригинальной расцветки и рисунков. Лампы накаления были заменены люминесцентными лампами. Во второй половине 2000-х годов появился план строительства в Москве третьего пересадочного контура метро, который призван разгрузить кольцевую линию. Новую линию планировалось ввести через Бауманскую, однако в 2012 году трассировка была изменена. Пересадка Сарбатско-Покровской линии на третий пересадочный контур будет на электрозаводской. Редактор субтитров А.Семкин